Друзья, я думаю, мы начинаем. Хочу представить наших сегодняшних авторов, экспертов. Друзья, на этой сцене перед вами находится переводчик книг про Стива, который также выпустил серию книг «Путешествия в Майнкрафт» Алекс Гитт. Давайте поаплодируем. Друзья, а также руководитель присоединился к нам к выступлению, руководитель направления научно-популярной компьютерной литературы, издательства «Бомбора» Владимир Обручев. Владимир, здравствуйте. Алекс, Владимир, мы будем с вами общаться вместе. Вы подхватываете друг друга, у вас микрофон один на двоих, но я думаю, вы справитесь. Алекс, ну сначала, наверное, к вам вопрос. Серия книг «Майнкрафт» весьма популярная, как и игра. Вообще, почему такой мировой известности и популярности эта игра достигла? Вот какие основные причины? И сам ли вы игрок? Да, ну, во-первых, да, я сам игрок. Играл и до «Майнкрафта», и в «Майнкрафт» играл, конечно же, много. Популярность, я думаю, здесь… Еще ближе? Популярность, я думаю, здесь связана в простоте игры. Простоте. Ну, в первую очередь простоте, но простоте такой кажущейся, потому что глубина достаточно большая, достаточно большой объем возможностей, но при этом простое, понятное управление и весь механизм. То есть не надо запоминать какие-то сложные, не знаю, комбинации клавиш, как в некоторых там файтингах, да, где 25 клавиш и там повернуться еще. Вот здесь все просто, доходчиво, но при этом бесконечное количество вариантов, что можно сделать. Как в режиме творчества, где люди там строят какие-то безумные совершенно конструкции месяцами и годами, ну, так и в режиме выживания, где постоянно надо, да, ну, бороться за свою жизнь в какой-то степени, да, и вот играть постоянно там, беспокоиться о персонаже. Вот сейчас, поскольку мы так проанонсировали, что будем говорить не только про игры, но и про чтение, мы все-таки находимся на книжной ярмарке. Вот эта тенденция, когда по играм сейчас издаются книги, почему она набирает тоже обороты, популярность и насколько она эффективна? Ну, популярность, я думаю, набирает именно то, что популярны игры. И игроку слэш читателю, ему хочется как-то в этот мир погрузиться больше. Что-то, что можно в книгах, в играх все-таки пока нельзя до такой степени там погрузиться, ощутить, дать такую полноту, поэтому книги дают какое-то большее понимание мира. С другой стороны, это все равно продолжение игры, да, и ты в другой форме все равно получаешь какие-то те же или сходные ощущения от игры. Ты продолжаешь с ней как-то общаться. Владимир, давайте вы тоже присоединитесь. Вот смотрите, вот эта тенденция, когда сначала игра, потом книга, и какой эффект в итоге получается из этого всего? Ну, сейчас, на самом деле, очень сложно рассматривать книги как что-то отдельное в целом. Это все одно большое медиапространство такое культурное. И книги, и игры, и кино, и телевидение, и настольные игры, это все вместе связано. И в данной ситуации, как игры очень часто являются продолжением книг и следующим шагом, что вот сначала появился какой-то роман, как правило, это художественная литература, какие-нибудь сказки, фэнтези и так далее, по нему делают игру. Так и наоборот, теперь очень часто есть игра, и по ней очень часто пишут книги. И это бывает не только про Майнкрафт, это про многие-многие игры компьютерные уже давно сделаны. Мне кажется, что это уже довольно неотъемлемая часть общей картины, и книжной, и игровой. Ну, а вообще, чтение может как-то конкурировать с виртуальной жизнью, так скажем? Ну, чтение конкурирует вообще со всеми развлечениями, на самом деле. Сейчас? Да, конечно. То есть раньше чтение конкурировало, собственно, в основном само с собой с телевизором, теперь чтение конкурирует и с интернетом, и с кино, и с играми. Ну, да, чтение может выигрывать эту конкуренцию, надо, чтобы было интересно, и надо, чтобы человек хотел читать. Алекс, вот, да, что вы скажете, как и игрок, и писатель, и читатель, вот, если говорить про чтение, про книги в этой всей, так скажем, борьбе, соревнования, какое место? Ну, какое место, я думаю, определит история, как все-таки кто победит. Вот, правильно. Но, я не знаю, конкуренция, она идет, но эта конкуренция все-таки дружественная, и все эти медиа, они могут друг друга дополнять, и мне кажется, что лучше хотя бы отчасти, чтобы они вот как-то перетекали одно в другое, что, в принципе, происходит вот в книгах по Майнкрафту и по другим играм, о которых говорил Владимир. То есть, они способны дополнять и одно вовлекать в другое, потому что, естественно, особенно для детей, игры, да, это вещь, которая вовлекает очень быстро и очень ярко. Давайте тоже расскажем несколько слов о серии книг, которая представлена у нас сейчас. Для кого она, какой возраст преимущественно? Ну, возраст, мы изначально, наверное, думали, что это будет лет от восьми, мне кажется, но, как опыт показывает, и дети, и младшие читают с удовольствием, с интересом, кто-то читает сам, кому-то читают родители, кто сам еще плохо читает. Ну, вот я даже знаю про четырехлеток, которые это слушают, ну, поэтому начальный возраст, это размыто, достаточно сложно определить точно, но, наверное, до 12-14 лет, потом уже чуть смещаются интересы тоже, то есть где-то такой возраст примерно. Ну, то есть 4-5 уже ребенок понимает? Ну, не скажу за каждого ребенка, но, да. А для родителей какая обратная связь приходит? Родители подключаются к члению, вовлекаются в серию книг, становятся читателями вашими? Ну, большинство родителей все-таки говорит, что детям нравится, я читаю, но есть и родители, которые сами с интересом ждут, что случится со Стивом дальше. Угу, какая будет история. Да. Друзья, смотрите, вы по поднятой руке, я предоставляю вам слово, если хотите, вы задаете свои вопросы, так что, чтобы вы были в нашем поле зрения, с удовольствием Владимир и Алекс ответят на все вас интересующее. Вот видите, уже юные читатели подходят, уже стесняются пока задать вопрос, но потом на автограф в сессии подойдите, пожалуйста. Владимир, смотрите, вопрос к вам. Вот вообще, как падает выбор, ну, скажем так, какая тематика книжная зайдет, если мы говорим там про историю из книг, из кино и так далее. Вот как вы понимаете, что будет интересно, какая книжка там может быть выстрелит, какая тематика сейчас? Потому что конкуренция тоже большая среди авторов в том числе. Ну, конкуренция вообще фантастически большая, в детской литературе она, возможно, даже сейчас больше, чем где бы то ни было. На самом деле, для нас ключевой момент для выбора тем и вообще о чем писать, это на самом деле потенциальный интерес детей. И в данной ситуации, когда мы некоторое время назад принимали решение о выпуске вот этих книг, мы на самом деле провели такое фокусное тестирование, попросили родителей, у которых дети играют в Майнкрафт, ответить нам на порядка 10 или 15 вопросов, что им будет интересно, что им будет интересно, какие сюжеты, как им надо писать, вплоть до того, какие должны быть буквы в книге и шрифт. Это все делалось для того, чтобы детям было максимально комфортно. Ну, а мы тем самым использовали это с точки зрения бизнеса. Но на самом деле ключевое это то, что дети читать будут только то, что им интересно. Потому что на все остальное есть школьная программа, и это другая совершенно история. Другая история, да? Ну, конечно, да. Там источник того, что читать, он задается по-другому совершенно. Он задается преподавателям, а не выбирается самим ребенком, что он хочет читать. Ну и второе, если ребенок играет в Майнкрафт, то, наверное, ему будет интересно прочитать про приключения героев, с которыми он там сталкивается. А вот ваше личное персональное отношение к тому, что дети сейчас, ну, вообще отчасти живут в виртуальном мире, играют много. Ну, просто свой какой-то комментарий на тот счет дать. Ну, на самом деле всегда все зависит от родителей. Если родители хотят, чтобы их ребенок развивался гармонично, но не надо, чтобы он играл в компьютере 24 часа в сутки. Он должен там гулять и играть во что-то другое, и там мультфильмы смотреть, и книги читать. И на самом деле все всегда идет от родителей. Потому что если родители, ну, далее, я понимаю, что дети сейчас порадуются, если вам дать планшет и поставить, наверное, 2 часа мультика, вы будете довольны. Но на самом деле это не очень хорошо с многих точек зрения. В частности, например, у вас устает зрение, вы меньше читаете, вы меньше проводите время на свежий воздух. То есть все равно все идет от родителей. Поэтому мне кажется, что можно заинтересовать ребенка чтением, если сделать так, что ему будет интересно. Алекс, ваше мнение к тому, что дети сейчас, ну, все-таки очень активно внедрены в виртуальную жизнь. Но это как данность такая, аксиома. Что вы скажете на этот счет? Ну, это сегодня действительно данность, потому что… Ну, и да, и является ли это проблемой или нет, или, ну, так есть и все. Ну, эта проблема, мне кажется, больше такой некой поколенческой смены, да, что мир меняется, да, вот было там, когда-то мир менялся, когда, не знаю, появилось кино, он сильно изменился, там появился, самолеты появились, они сделали мир ближе. То есть сейчас появляется интернет, который очень сильно меняет мир и очень сильно меняет информацию, которая в том числе обрушивается на ребенка. и с этим, ну, надо как-то к этому приспосабливаться. То есть, конечно, надо в какой-то мере хотя бы контролировать, да, сколько ребенок проводит времени за гаджетом, просто потому что это и зрение, и все остальное. Социализация какая-то, конечно. Социализация, потому что социализация онлайн и социализация в реальном мире, это все-таки несколько разные вещи, и надо за этим за всем следить просто, чтобы у него сформировался характер и личность более равномерно, скажем так. Вот, но это можно также использовать во благо, в том числе вот интегрируя, да, как уже мы говорили. Ну, создавать такой мир, да, своего рода. Ну, создавать мир, который его отчасти перетягивает, не отталкивая от, не говоря, что вот никакого интернета, вместо этого вот там вот тебе книжка, вот тебе, не знаю, билет в театр, а как-то их связывать, чтобы оно переходило одно в другое, чтобы это было не отторжение и наказание, а плавный переход на другое времяпровождение. Да, времяпровождение. Вы читаете ли Майнкрафт? Читали книжки? Нет? Да, с книжками пришли. Ну, интересно, нравится? Да. Видите как? Вопросы есть? Нет вопросов? Стесняетесь, да? Ну вот, пока стесняются. Хорошо. Смотрите, ладно, давайте вопрос про детей. Окей, как вы понимаете, ну, как сказать, сформулировать правильно, вот что зайдет, что не зайдет, вот что будет популярно, что нет. Все-таки это вообще другое поколение, там, им 8, 7-8, а то и младше лет. И как вот эти вот крючки, потому что, мне кажется, тоже современные дети очень быстро теряют интерес. И, да, и тем более книга, чтение, чтобы она держала, чтобы она заинтересовала, вот какие-то ваши секретики нам, если можно открыть, либо ваше видение на это все. Ну, вот тут два момента, наверное. В книгах о Стиве там есть очень хорошая вещь, это зона творчества там была придумана, потому что она как-то делает эту книгу не просто чем-то, что ты читаешь, но чем-то еще и играешь, да, потому что это все-таки более... Такой книжный квест. Ну, отчасти да, то есть более такое активное чтение. Вот, когда я... Извиняюсь. Когда я писал свои книги «Путешествие в Майнкрафт», там, ну, первая была мысль, что это не должно быть совсем похоже на Стива, да, все-таки делать две книги одинаковые, ну, и не особо интересно даже. Я думаю, читать похожие книги не совсем интересно. Там основная идея была, чтобы... Сразу у меня была идея, что все эти существа из Майнкрафта, эти монстры, мобы, чтобы они попали в наш мир, то есть уже, чтобы было интереснее, ребята. На землю, ну, то есть к нам, к людям. На нашу землю, да, через там портал. Вот, и также, что это, в первую очередь, герои, это наши российские дети, с кем читателям проще себя идентифицировать, да, что это кто-то похожий на него. И мне кажется, что ребенку современному интересно читать про кого-то, на кого он похож, да. Это точно. И фантазировать о том, что вот он точно так же, не знаю, встретил там скелета или крипера где-нибудь во дворе. В своем. Да. В котором, кстати, дети сейчас не особо гуляют, но... Ну, иногда же все равно надо пойти в магазин, в школу куда-то. Кто там знает, что в углу. Может быть собака, может и крипер. Ну, в общем, один из главных таких моментов, когда ребенок узнает себя, да, то есть книга про него. Да, мне кажется, это очень важный момент, чтобы ребенка заинтересовать, чтобы именно ему было ближе все это. Владимир, к вам вопрос. Вот смотрите, мы просто поговорили с вами про школьную программу, что ребенок читает сейчас. Вот это очень классный момент, который Алекс озвучил, что дети хотят читать про себя. Школьная программа в основном построена, ты читаешь, ну, дай бог там про Марка Твена, хотя бы как про Гекель Берифина там и его всех персонажей, которые из твоего ровесника. Все остальное, это вообще про кого-то другого. Вот какие-то были, может быть, у вас контакты с Министерством просвещения или что-то еще, чтобы как-то обновлять школьную программу, хотя бы на лето, может быть, чтобы детям чтение было не только в тягость и ради того, что надо, но и чтобы было очень интересно, полезно и про себя. Ну, на самом деле мы не контактируем с Министерством образования на предмет изменения школьной программы, потому что, во-первых, ну, честно сказать, мы не, там, ни я, ни Алекс не являемся профессионалами в области образования. Мы скорее, там, писатель и переводчик и издатель. Другое дело, что нам, мы, когда задумывали это все, нам хотелось сделать так, чтобы детям было интересно, потому что, ну, школьную программу меняются всегда очень медленно. Я помню, когда я учился, половина из того, что изучал я, есть до сих пор в школьной программе. Да, конечно, сто процентов. Вот, но все равно дети читают не только школьную программу, слава богу, и вот на этом поле мы можем играть, мы можем сделать то, что детям будет классно. Вот они поиграли в Майнкрафт, почитали после этого про него, посмотрели, может быть, видео по поводу Майнкрафта, и они остаются вовлеченными в этот мир, но при этом не проводят в нем все время, а так на него со всех сторон смотрят. И мне кажется, это будет как раз лучшим решением для того, чтобы дети читали интересное. То есть вот именно абстрагироваться вообще от школьной программы, на самом деле, и заниматься другой частью, совсем другой частью литературы. Да, то есть твоя жизнь другая, да? Да, конечно, школа-школа, все правильно учиться, читать и так далее. Но есть другое, и оно должно быть интересным, классным и замечательным. Да, вопрос у нас есть? Я потом хотела бы детям тоже задать вопрос. Пожалуйста. Я не ребенок, и наоборот хочу спросить не про... Ну, видимо, эти книги я чуть-чуть попозднее подошла, видимо, для младшего школьного возраста, да? Да, это от 6 где-то, от 5-6, ну и до 11-12. Ну вот, дело в том, что у меня ребенку, ну, не моему крестнику, 13 лет, и он уже подросток, и он не любит читать. Вы могли бы посоветовать что-нибудь, чтобы он читал? Ну, я бы посоветовал разобраться в том, что ему интересно, и попробовать найти что-то, что будет, ну, близко к его интересам. Не знаю, если он там... Ну, ему ничего не интересно. Он сам ему интересен. Нет, подождите, но у него же есть какая-то жизнь. Он, нам не знаю, играет в футбол, гуляет с друзьями. У него же какая-то жизнь есть? Вот в этой жизни же что-то у него есть? Ну, плетет фенечки. Купите ему книгу про то, как плести фенечки лучше. Ну, на самом деле, я совершенно серьезно. Я поняла. Потому что все равно, поймите, у него есть друзья, у него есть школа, она все равно на него влияет естественным образом. И, возможно, надо подумать, а что вот, какой круг общения у него там, какие интересы у этих людей. И через это попробовать найти ему что-то интересное, почитать. Потому что, на самом деле, вот даже в случае с Майнкрафтом, ведь далеко не всегда инициативы исходят от детей, что я хочу вот эту книгу. Вот иногда, ну, я достаточно регулярно эту идею продвигаю, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал, находите то, что ему интересно. Он будет читать. Вот, ну, я понимаю, что это общая история. С подростком там 13 лет это отдельная всегда история. Но мне кажется, что вот путь, который я предлагаю, довольно рабочий. Поняла, спасибо. У меня к тебе вопрос. Тебя как зовут? Юля. Юля, ты поклонник, ты читатель серии книг про Майнкрафт? Ну, я не читала, я играю давно. А, ты играешь давно. Но ты уже заинтересовалась и книгу будешь читать? Да. Смотри, а как ты успеваешь? Вот ты успеваешь и играть, читать и гулять? Да. Хватает на все времени? Почему тебе нравится играть в Майнкрафт? Ну, это увлекательно. А книжки, то есть ты до этого не читала, не знаешь о них? Нет, пока что. Нет, пока что. Вот видите, вот вам плюс один. Так, а ты читатель, да? Да. А какую ты читаешь книжку? Я путешествую в Майнкрафт к риперу по рогу. Все тебе понятно, что такое крипер, все ты знаешь. Да. Нравится? Да, нравится. К автору потом подойди, понял. Задай вопрос. Есть вопрос к автору сейчас? Нет, сейчас нет. Сейчас нет, понятно, спасибо. Вот видите как. А подождите, а сколько вам лет? Тебе сколько? Мне 11. 11 тебе? 9. Вот, вот мы видите, вот, пожалуйста, наш вопрос. Вот смотрите, на самом деле очень классный вопрос про чтение детей, почему они, как приучить. У меня вопрос такой к вам вместе обоим. А вообще надо ли, чтобы ребенок читал? Ну, как сказать, ну, когда, может быть, ему исполнится 25, он поймет, что у него пробелы и сам возьмет читать. Вообще вот эта вот идея фикс, что надо, чтобы ребенок читал что-либо, это правильно или нет? На ваш субъективный взгляд, так скажем. Глобальный вопрос, конечно. Нет, ну просто да, это какой-то уже помешательство. Вот он не читает, он не читает. Да мне кажется, во все времена кто-то читал, кто-то не читал. Ну, заставлять через силу я бы, конечно, не стал ребенком. То есть мне, я сам в детстве читал много, и мне нравится, что моя дочка, она читает. Так. Меньше, чем мне хотелось бы, но с этим я смирился. Вот, потому что мне кажется, что чтение, там, сложность чтения по сравнению с играми, с фильмами, там достаточно нескоро происходит положительная отдача. То есть в игре ты две минуты поиграл, у тебя на экране салют, звездочка, и ты получил какой-то приз. В книге, чтобы получить бонус, надо читать, 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 и там, дай бог, на 20-30 странице что-то, какой-то бонус есть. Вот, но отдача, как мне кажется, от книги, ну в чем-то она больше. То есть эмоциональная, там, интеллектуальная, там есть вещи, которые, ну в играх, игры тоже разные, да, это можно говорить бесконечно, наверное, на другой выставке про разные игры. Но там какие-то эмоциональные вещи получить сложнее. Ну, вот, то есть мне бы хотелось, чтобы читали, но заставлять, нет, это как-то должно быть все-таки, ну договорились, хочет, можно что-то вот, да, предлагать, искать интересы и вот это развивать. Ну, если вот отрицание идет полное, ну нет, так нет, может быть поймет, может быть и переживет без этого. Понятно. Владимир. Ну, я сяду на своего любимого конька про родителей. На самом деле, первая причина, почему дети не читают, очень часто не читают родители. Вообще не читают, им это неинтересно, у них есть телевизор, что-то еще, что-то еще, все, они не читают. В семье нет культуры чтения. То есть ребенок не видит, да? Ребенок вообще не знает, что это такое, дальше школьная программа, и мы возвращаемся к предыдущей истории. Вот. Если родители читают, ребенок будет смотреть и тянуться за ними. Это первая история. Как сделать так, чтобы ребенок читал. Вторая история заключается в том, что, на самом деле, чтение – это совершенно другой способ получения информации. Он не визуальный, когда все видно и все сразу понятно, а он заставляет, на самом деле, фантазировать, думать и придумывать. И тем самым ребенок развивается совершенно по-другому, а не только смотря кино. Хотя, конечно, надо, чтобы ребенок развивался комплексно, то есть и кино, и игра, и футбол, и жмурки-пряталки, и все остальное. То есть нельзя рассматривать чтение как что-то совсем отдельное, когда можно классно без него обойтись. Но и делать так, чтобы было только чтение, а ничего больше, тоже, мне кажется, неправильно. Ну, сейчас-то уже невозможно, мне кажется. Ну, опять же, все от родителей зависит. Наверное, да. Можно вон мультики не показывать ребенку. Вот два часа в день на чтение лишних. Ну, то есть, мне кажется, что это решаемая задача. Главная инициатива все равно будет должна исходить из родителей, и родители должны хотеть. Ну, и сами читать, конечно, и без этого никак. То есть примером личным? Да, обязательно. Да, но просто здесь, ну, вы поняли вопрос, что иногда какая-то идея фикс, что вот, пусть он читал, он не читает, он сидит все время в интернете, он не читает. Ну, во-первых, смотрите, интернет – это тоже чтение. Давайте не будем лукавить, что в интернете все тоже читают буквы. Ну, там, на новостных сайтах, в блогах и так далее. То есть это все равно тоже чтение, оно просто другое. И говорить о том, что вот человек сидит в интернете, в фейсбуке или где-то еще и не читает – это тоже лукавство такое, очень серьезное. Мне кажется, что просто надо и книги, и все остальное в равной степени, и будет хорошо. Есть вопрос. Ты поклонник Майнкрафт? Ты читал книгу? Читал? Что? А, ну так, подожди. Сам читал, не читал? Читал. Как тебе? Понравилось. А ты сам играешь в Майнкрафт? Да. Часто? Как много ты читаешь и как много ты играешь? Вот как у тебя время? Одинаково. Вот видите, одинаково ребенок читает. У тебя хорошие родители, видишь? Все делают правильно, показывают правильный тебе пример, все ты успеваешь. Молодец. Вот смотрите, у Владимира такая должность, мне просто очень нравится. Руководитель направления научно-популярной компьютерной литературы издательства «Бомбора». Компьютерная литература – это вообще… Вот что за направление? Ну, компьютерная литература бывает разной. Вот. Это книги про игры. Да. Это книги такого плана, как вот Алекс пишет и переводит. Это, на самом деле, учебники по программированию. Это книги про всякие современные технологии, искусственный интеллект, виртуальная реальность и прочее. Это обучение всякой работе на компьютере для тех, кто еще не умеет, хотя это довольно странно, и таких людей все меньше, но они еще есть. Ну, и еще там разные вещи по работе с разными программами и так далее. То есть, это, на самом деле, очень большой спектр, он просто не очевиден. Вообще, вот сейчас вот это такое направление, как сейчас детская литература по играм – это большая история? Ну, потенциально очень большая. Сейчас она… Ну, нам… Четыре года назад ее, на самом деле, не было в России вообще. Последние вот четыре года она развивается. Ну, в основном стараниями, будем честны, Майнкрафта. То есть, игры Майнкрафт. Другое дело, что дети вырастают, перестают играть в Майнкрафт, начинают играть во что-то другое, и уже довольно хорошо относятся к книгам по этим играм. Они уже, конечно, более взрослые, и там есть и совсем взрослые. Ну, какая игра, такие и книги, на самом деле. Вот. Но, в целом, книги, действительно, книжное направление, вот именно направление книг об играх, оно очень сильно развивается в последние годы. И, собственно, есть и художественные книги про игры, и нехудожественные книги, и там всякие красивые-красивые альбомы с иллюстрациями, с игр. Ну, вот, с тем, что в играх, ну, с иллюстрациями из игр. То есть, ну, потенциально там много интересного, да. К вам вопрос, Алекс. У вас, вы говорите, дочка есть. Сколько ей? Сколько? Одиннадцать. Одиннадцать лет. Она читает ваши книги? Некоторые. Некоторые. Мне просто интересно, вот какую-то обратную связь вы от нее получаете, и она является вашим таким цензором, критиком или нет? То есть, на ней вы проводите такой свой писательский эксперимент, так скажем? Звучит так ужасно, что я сажаю ребенка, там и дочитаю. Ну, там, ну, прочитай, ну, посмотри, там. Не, мы с ней обсуждаем иногда некоторые вещи. Она иногда, ей очень нравится советовать по сюжету какие-то ходы, она просто очень любит, да. Что-то из этого я использую. Вот ей, она даже пару иллюстраций рисовала к моим книгам. Ну, их в книге они не попали, потому что, как бы, она карандашом так и нарисовала, что очень сложно будет потом воспроизвести. Ну, она советовала, то есть, там, героиня у меня в книге есть, Ира, она, как бы, говорила, что у Иры должен быть вот такой рюкзак обязательно. Описала рюкзак, чтобы ты и с другим, и не пытайся, было мне сказано. Вот, то есть, ну, и какие-то вещи я с ней, на ней тестирую, если что-то, что, я не знаю, сможет ли ребенок понять, да, когда я какой-то пример привожу, сравнение, о чем-то там говорю, не знаю, тут у меня, кроме Майнкрафта, Майнкрафта, но еще у меня тут говорится в первых двух книгах об электроэнергии. То есть, такая физика, ну, какие-то базовые вещи, но, да, немножко, да, но вот это я вот проверяю, понятно я это объясняю или нет, поскольку от образовательной сферы я все-таки далек, вот, и объяснить так, чтобы было ребенку понятно и не скучно, вот это надо как-то, да, попробовать и нащупать. Ну, и вообще по возрасту ли это, да, то есть? Естественно, да. Вы говорите некоторые книги, все-таки не все, да, почему она читает? Ну, у нее достаточно большой свой список чтения, да, и опять-таки вот то, что я говорил, заставлять читать что-то конкретное я не буду. Она читала первых двух Стивов и первую мою книжку, дальше она мои книжки, она прочтет, но сейчас у нее там вот свои какой-то там список. Фавориты. Ну, да, 33 несчастья она читает сейчас серию Лема Несникета, да, и поэтому ей сейчас не до других книг, у нее там еще два тома, и интересно, что там дальше будет. Ну, это классно на самом деле, потому что мне, вообще для меня это загадка, как быть детским автором, ну, то есть, вот, потому что поколение сейчас, я просто сама работаю с детьми, я вижу, как они каждый год меняются, и вот попасть, что им интересно, что там неинтересно. А здесь же вы все равно пишете немножко как бы самостоятельно, у вас нет вот этого эффекта сразу обратной связи. Да, и как вот здесь угадать, на ту ли я написала аудиторию, для тех ли ребят, не выросли ли мои прошлые читатели. Ну, это было сложно, особенно первые книги, потому что я-то надеялся написать первую книгу и подождать какой-то реакции, но судьба сложилась иначе, у меня до реакции уже три книги было написано. Вот прекрасно. Ну, это прекрасно, нет, все нормально, книги вроде получились неплохие, но, конечно, как, особенно как начинающий автор, мне было страшновато, и мне хотелось понять, насколько я все-таки попал в интересы детей. Для них ли это вообще, да. Ну, да, и успеть что-то поменять, да, тут пишешь дальше и еще не знаешь, то ли ты пишешь, или уже там все разгадали, например, у меня была загадка с именем одного персонажа, там все было зашифровано. И я собирался это раскрыть только в третьей книге, вот, и, да, и ты пишешь, пишешь, а ты не знаешь, люди уже, может, догадались на первой странице, а ты все наводишь в туман. И вот что для вас является вот этим показателем, что зашло, не зашло? Уже количество продаж книг, тираж? Ну, продажа этому Владимиру показатель. Условно, но для вас лично, да. Не, ну, есть какие-то отзывы, да, вот, в интернете, на сайтах, я, особенно первое время я заходил в Яндекс, да, там и набивал AlexGid, книгу, отзывы, смотрел там все эти ссылки, искал хоть какой-то отзыв, хоть кто-то что-то прочитал. Вот, то есть, как делают писатели, оказывается, как они проверяют, популярен ли я или нет, интересно, спасибо. Даже не популярность проверять, а просто проверять реакцию, да, зашло или нет. Вот, то есть, я, ну, на многих сайтах побывал, надеюсь, все отзывы я прочитал, потому что мне ужасно интересно. Что думают люди, да? Конечно, потому что я пишу-то не для себя, а для читателей, конечно, их реакция, их мнение мне очень важно. Смотрите, что, да, Владимир. Я еще дополню, что на самом деле интернет в данной ситуации, это такая штука, которая очень ускоряет реакцию. То есть, если раньше мы ждали, там, даже 10 лет назад, скорость появления отзывов была довольно медленной, и там мы могли выпустить книгу, потом пока ее прочтут, где-нибудь через месяц мы, наверное, что-то узнаем, а может через два. Вообще непонятно, понравилось, не понравилось, выпускать новую книгу, не выпускать. Сейчас, конечно, все значительно быстрее, и там первый отзыв появляется в день, когда начинаются продажи, на самом деле, ну, может быть, на следующий день. И в первую неделю, на самом деле, все видно, получилась книга, не получилось, все ли хорошо, или где-то мы ошиблись, или там что-то не так произошло, там, не знаю, причинам плохо напечаталась книга, допустим. Это тоже же бывает, к сожалению. Поэтому сейчас как раз скорость получения читательского отклика выросла, и это очень хорошо. Потому что можно быстрее учитывать в следующих книгах вообще, что хоть что не так было. Работу над ошибками. Работу над ошибками мгновенно можно делать. А вот тоже любопытно, новая современная детская литература, именно детская. Вот у нее какая сейчас жизнь? Трудно ли вообще автору детской литературы сейчас о себе заявить? И если сравнивать, ну, вот на книжной всей вот этой градации рынки. Ну, тут смотрите как. Я завтра отвечу сейчас. Ну да, вы же владеете. Смотрите, на самом деле детская литература хороша тем, что она удивительно разнообразна. И здесь есть место для всего. И для детских энциклопедий, для классных сказок, и для книг о школу, и про игровых приключениях. Вообще о чем угодно. И чем более разнообразна она будет, тем всем будет легче, и всем будет интересней. Потому что, ну, нельзя же все время читать на самом деле одно и то же, что там, допустим, я когда маленький читал, и там мои племянника читали, когда маленькие были, там через 20 лет. И так далее. То есть разнообразие нынешнее очень идет на пользу всем и детям в первую очередь. Поэтому мне кажется, что там все хорошо и интересно, и интерес к детской книге не ослабеет. Поэтому мне кажется, что у современных детских авторов все будет хорошо. Отлично. Ну, Алекс, да, давайте вам слово финальное. Как судьба детского автора сейчас? Трудно ли ему реализовать, заявить о себе? Может, каким-то вашим коллегам, новичкам какой-то совет дадите? Вот сейчас гуляют они по книжной ярмарке, вот мечтаю писать детские сказки. Вот думаю, неуслышанным буду, непрочитанным. Ну, мне тут сложно, конечно, будет немножко посоветовать, потому что я... Уже успешен и знаменит. Что мне о вас думать? Я понимаю, конечно. Но, тем не менее, гипотетически. Гипотетически. Ну, во-первых, у меня путь получился более такой извилистый и хитрый через переводы. И на переводах книг про Майнкрафт стало понятно уже, что детям интересно. Да, что вот есть тема, которая детям интересна. И когда появилась мысль что-то подобное написать, да, уже это было... Ну, в какой-то мере я был уже спокоен, что все равно найдутся те, кому это тоже будет интересно. Ну, хотя бы первая книга. Да, старт немножко другой уже был. Да, поэтому в этом смысле уже тут была тема, которая популярна, да, ее выбрав именно эту тему, легко обеспечилась какой-то там, не знаю, зону безопасности. Вот, а так, ну, заявить о себе, мне кажется, сейчас вообще сложно, поскольку большое количество вот и писателей, и других опять, да, мы опять возвращаемся к другим медиа. То есть просто сказать, что вот он я, у меня есть книжка, это одно. Вот дойти до того, чтобы донести ее до читателя, ну, вот это... Сам разбираюсь, как это делать и в Инстаграме, и в других соцсетях. Ну, там с Владимиром дружить, да, видимо. Ну, это да, это вообще уникальный такой совет, что дружите, и тогда все будет хорошо. Все, друзья, спасибо огромное. У нас спасибо большое, по-моему, замечательный получился разговор такой камерный. Спасибо большое.